Творчество Евгеньевича Любимова интернационально, и мне кажется, и его постановка здесь, князя Игоря в Большом театре, она имела очень большой успех, имеет своего зрителя, и то, что он вступил на эту сцену и пришел, работал в этом театре, это замечательно. Так что, мне кажется, очень важный день для Большого театра, для театральной общественности, для Москвы, для страны. Про что юбилей великого прогрессивного мыслителя, я бы так сказал. Программа в себя включала сочинения, на котором Любимов работал, это те оперы, которые он взлетаял по всему миру. Тангейзер, и Хованщина, и Евгений Онегин, посвящение сегодняшнее кончерто-гросса Шнитке. И, мне кажется, вот этот союз Шнитке-Любимов дал, конечно, огромные творческие результаты в свое время, и мы сегодня затронули, я бы так сказал, музыкальную сторону жизни Любимова. Юрий Петрович очень любил музыку. Здесь проходили его самые-самые большие потрясения, оперы. Он свою душу лечил музыкой и приобрел заново энергию и силу, слушая классическую музыку. Они мчатся в ряд, мчатся в ряд, молотольчики звенят. Отмечать 100-летие Юрия Петровича Любимова на сцене Большого театра – это очень почетно, это очень волнительно, это показывает всем любителям театра важность существования этого великого наследия, этой большой вселенной под названием Любимов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова